Уважаемый Антон Германович, Вы в своём выступлении упомянули об агентстве кредитных гарантий с капиталом 50 миллиардов. По нашей информации, сейчас гарантии выдано всего на 200 миллионов рублей. Вопрос, почему такие низкие темпы? И второе, в пояснительной записке, когда мы угасовали, там разброс в доходах был порядка полутора миллиардов. У агентства ни на сайте, нигде нет. Какую недоходность по году получили? Когда появится какая-то информация? Уважаемый член Совета Федерации, Александр Александрович, Действительно, мы в прошлом году приняли решение о капитализации и создании этого агентства, 50 миллиардов. По данным агентства, я буквально вчера разговаривал с руководителем агентства, ещё раз повторюсь, цифры, значит, выдано гарантия на 3.1, обращение, 332 обращения было в это агентство. Значит, куда деньги, где деньги находятся? Часть денег находится в облигациях федерального займа, агентство купило бумаги, значит, федеральные. Часть денег находится в депозитах коммерческих банков. Мы в правительстве видим необходимость ускорения работы агентства, потому что действительно надо ускорять обороты для поддержки малых и средних предприятий. Такие задачи стоят. Спасибо. Виктор Васильевич Узеру, по поведению? Пожалуйста. Спасибо. Валентина Ивановна, ну уже понятно, что все мы задать вопросы не успеем, а также не успеем выступить по повестке дня правительственного часа. Поэтому у меня предложение. Мы уже подавали вопросы министру финансов перед правительственным часом от комитетов и персонально. Но жизнь меняется очень быстро. Я бы просил, чтобы Антон Германович взял на себя обязательство дать письменные ответы на те вопросы, которые мы подали. И пускай комитет установит один-два дня, чтобы мы дополнили этот список вопросов теми, которые поставила жизнь буквально за эту неделю. Спасибо. Спасибо. Не возражаете, коллеги? Антон Германович, мы рассчитываем на вашу соответствующую реакцию. Спасибо. По поведению Степана Михайлович Киричук? Я хочу поддержать Алексеевича, и тогда в этом случае снимаю свой вопрос. Спасибо большое. Когда у вас дедлайн, Антон Германович? Когда вы должны покинуть нас? Если не возражаете, это 12-20, 12-25. Понятно. 25 просто, у нас просто в час. Понятно. Спасибо. Коллеги, пошли дальше. Евгений Георгиевич Торлов, пожалуйста. У меня вопрос к Антону Германовичу, к представителю Центрального банка. Мне все равно, кто из них ответит. Такой вопрос двойный. Первое. Я очень внимательно читаю выступление, слушаю представителей Центрального банка, Министерства финансов. И я понял, что вы рассматриваете в качестве обеспечения рублевой массы исключительно золотовалютные запасы, выраженные в двух валютах и в обязательствах одного государства в мире. А именно Соединенных Штатов Америки. При этом в качестве обеспечения рублевой массы вы не рассматриваете казну Российской Федерации, все имущество Российской Федерации, землю, месторождения, акции крупнейших компаний и так далее. Вот я хотел бы от вас и от Центрального банка получить подтверждение такой позиции. И не является ли это вообще коренной причиной недуга нашей экономики. И попутно, извините, что... Так, Евгеньевич, завершайте. Очень коротко. В результате скупки за золотовалютные запасы и при очень снижающемся курсе рубля большой массы рублей, куда эти рубли-то будут направлены вообще? Вот вы их купили, а гигантская прибыль Центрального банка, плюс еще гигантская прибыль Центрального банка и такая нежедная радость за счет повышения процентной ставки. Куда эти деньги будут направлены? Спасибо. Уважаемые члены Совета Федерации, у нас не привязана на самом деле объем рублевой массы к объему золотовалютных резервов. Объемы прироста денежной массы определяются Центральным банком, исходя из потребностей экономики. Поэтому Центральный банк регулирует уровень инфляции, исходя из прогноза спроса на деньги и определяет предельные размеры прироста денежного предложения. Поэтому здесь связь объемов золотовалютных резервов, их размещения в активы тех или иных государств, они не связаны с объемами прироста денежной массы. Да, действительно, когда был спрос дополнительно на валюту, Центральный банк регулировал ситуацию на валютном рынке, продавал золотовалютные резервы и наоборот изымал рубли. То есть он продает валюту, доллары те же самые, к нему приносят рубли и он изымает эти рубли. И поэтому возник еще при повышении ставки рефинансирования дефицит рублей. В этой связи Центральный банк отреагировал на это дело. Начали применяться инструменты предоставления ликвидности, в том числе и валютной ликвидности. И мы вместе с Центральным банком здесь, хочу сказать, достаточно тесно взаимодействуем. Потому что есть деньги у Минфина в казне, есть деньги у Центрального банка, которые он имитирует или наоборот изымает из экономики. И мы здесь сейчас стараемся все те остатки средств, которые есть в казне, давать обратной экономике предприятиям. Мы проводим валютные аукционы, сейчас начали проводить операции РИПО с тем, чтобы эти деньги вошли в экономику. Поэтому еще раз хочу сказать, что связи такой непосредственно с объемом размещаемых золотовалютных резервов и объема денежной массы, непосредственно такой нет напрямую. Спасибо, Антон Германович. Николай Владимирович Власенко, пожалуйста. Антон Германович, вы знаете, из всех министров, мне кажется, вы один из, во всяком случае, для меня понятных министров, очень конкретных. Понятно, что вам сейчас дали, может быть, функцию докладывать некие концепции компенсации вот этого кризисных явлений, что, может быть, не ваша сфера является, вы, по идее, должны нам называть источники финансирования. И поэтому к вам вопрос или нет, ну вот смотрите, от частного к общему, вот зная о встрече с вами, меня несколько, значит, из Калининграда предпринимателей спросили, можно ли как-то, значит, зафиксировать процентные ставки по тем инвестиционным кредитным договорам, которые они брали, там, несколько лет назад, год назад. Вот вы сегодня назвали мероприятие, но даже я там с двумя образованиями так и не понял, получат ли эти предприниматели какую-то помощь или нет. Потому что вы называете точечные решения, коллегиальные решения, значит, комиссии будут, фонды поддержки, секторальный выбор, в этих секторах будут выбираться, значит, предприятия. Конкретный предприниматель получит или нет, не знаем. Вы правильно абсолютно сказали, что у нас на самом деле изменились макроэкономические обстоятельства. Спасибо, Николай Владимирович. Да, пожалуйста, 10 секунд. Хорошо. Вы сами говорите о том, что это долгосрочные изменения в экономике, но называйте точечные решения, которые носят пожарный, аварийный характер. На ваш взгляд, когда будет сформулирована некая стратегия новых условий развития экономики? Спасибо большое. Спасибо, Николай Владимирович. На самом деле, действительно, вопрос субсидирования, мы не решим все проблемы. И хочу сказать, что ставка сегодняшняя, действительно, ставка рефинансирования, она отвечает на ответ коротких денег, потому что длинные деньги нужны. А кто возьмет длинные деньги по ставке 20 или 25 процентов? Это абсолютно невозможно. Поэтому фундаментально нужно говорить о снижении стоимости денег в экономике. И, соответственно, для этого необходимо снижать инфляцию. Мы уже с вами говорили о том, что в условиях инфляции 12 процентов, но кто понесет деньги в банк под 7-8 процентов? Никто не понесет. А нам нужны как раз ресурсы, нужны сбережения. И как раз банки-то повышают и ставки по привлечению, привлечению ресурсов, депозиты. И, соответственно, и кредиты становятся дороже. Ну, вопрос вот следующий. Значит, что делать по тем заключенным инвестдоговорам? Вы знаете, инвестдоговор, инвестдоговор рознич, что называется. Потому что есть договоры, где фиксируется ставка, и коммерческие банки не должны ее менять. Есть договоры, где ставка плавающая, в зависимости от разных условий. Инфляция там, ставки рефинансирования и так далее. Это условия договора. И я разговаривал с банками, с нашими крупными, значит, которые являются системообразующими. Они говорят следующее. Да, там, где в договорах указана возможность изменения ставки, мы, значит, с клиентами договоримся об увеличении этой ставки. Потому что ставки сейчас на рынке выше. Там, где стоимость фиксирована ставки, как была, так и остается. Вопрос в договоре. И что касается поддержки инвестиционных проектов, здесь нужно, в каждом субъекте Российской Федерации есть организации по поддержке малого и среднего бизнеса. Туда направляются деньги. Около 18, почти 19 миллиардов рублей в этом году будут направлены деньги как раз на реализацию инвестиционных проектов субъекта и малого предпринимательства. В том числе и на субсидирование ставок. Поэтому деньги из федерального бюджета, плюс субъектовые, значит, финансы, будут направляться на решение этой задачи. Конечно, это для всех невозможно решить. Но точечно-адресно будет поддержкой. Спасибо, Антон Германович. Мухарбин Магомедович Ульбашев, пожалуйста. Спасибо, Евгений Ильич. У меня вопрос к Центральному банку. Но, Антон Германович, я хотел, чтобы Вы свое мнение тоже высказали по этому поводу. Известно, что Центральный банк в последнее время очень большие усилия направил на развитие инструментов рефинансирования в части залогов и сроков рефинансирования. Однако за бортом осталось рефинансирование под портфели кредитов малому, среднему бизнесу и населению. Как Вы относитесь к предложению прямого рефинансирования со стороны Банка России, портфелей кредитов бизнесу и населению? При всем при этом, безусловно, мы понимаем, что эти вопросы можно решать в рамках программы секьюритеризации. Но мы понимаем, насколько это дорогой процесс и долгий процесс. Спасибо. Наверное, Алексей Юрьевич сначала, Симоновский. Давайте. Антон Германович. Да, давайте. Я тоже считаю, что абсолютно правильно Вы говорите, и законодательство, соответственно, такое подготовлено, о том, чтобы в рамках секретаризации тех кредитов, которые были выданы, в том числе малым предприятиям, невозможно, Центральный банк не может по кредиту малому предприятию осуществлять рефинансирование. Поэтому набирается портфель таких кредитов, как бы секретаризация называется, и приносится Центральному банку для рефинансирования. Есть такой инструмент, он достаточно рисковый для Банка России, но, тем не менее, мы считаем, что он вполне реализуем в этой ситуации. Может быть, действительно, коллеги из Центрального банка... Есть что добавить, Алексей Юрьевич, пожалуйста. Спасибо, Симоновский Банк России. Нет, я считаю, что Антон Германович все предельно точно и объемно изложил. Хочу только сказать, что Банк России действительно готов представить кредиты под такие пулы или бумаги ценные, которые в рамках секретаризации будут выпускаться. Соответственно, инструменты готовятся, и они заработают, как только будет такая возможность, то есть будут бумаги, будут пулы кредитов. Спасибо. Спасибо, Алексей Юрьевич. Спасибо, Антон Германович. Сергей Леонидович Батин, пожалуйста. Спасибо, Евгений Викторович. Уважаемый Антон Германович, в своем выступлении вы коснулись и рассказали нам о декапитализации банковского сектора в размере одного триллиона рублей. И критерии там, значит, озвучены и понятны. Но они касаются лишь части средств, порядка 800 миллиардов рублей. А что будет с оставшимися двумя стами миллиардами рублей? По каким критериям и в какие сроки будут распределены оставшиеся деньги? Есть ли шанс по региональным банкам поучаствовать в этой программе? И еще один вопрос. Будут ли программы декапитализации банков увязаны с условием расширения кредитования банками, получившими поддержку государства, предприятий реального сектора экономики, за исключением того, что вы сказали в своем выступлении? И в какие сроки будет осуществлена данная поддержка? Спасибо. Спасибо, Сергей Леонидович. Действительно, мы, когда принимали решение, в полном объеме использовать тот триллион рублей, который предоставлен был законом нам, или оставить все-таки часть на последующее время, решили около 800 миллиардов мы оставляем, то есть 800 миллиардов мы направляем в капитал, и около 200 миллиардов, это если быть точным, сейчас цифра 170 миллиардов, 170 миллиардов, оставляем на потом, в случае возникновения потребности в поддержке того или иного банка, потому что в ходе текущего года наверняка будут такие случаи, когда нужно будет экстренно принимать решения о поддержке системообразующих, в том числе региональных банков. У нас в составе этих 27 банков, в которые отобраны, 4 региональных банка. И мы считаем, что мы вместе, давайте вместе с вами смотреть ситуацию банковского сектора, анализировать, мониторить, и при необходимости как раз тот резерв, который у нас есть, будет направляться на цели поддержки нуждающихся важных системообразующих для федерации, естественно, для регионов банков. Что касается обязательства увеличивать кредитование, я об этом докладывал, на 1% в отрасли определены, они приняты решением агентства по страхованию вкладов, и в эти отрасли мы будем мониторить ситуацию. Если банки не будут выполнять это условие, а банки должны выполнять еще условия, не увеличение роста своих заработных плат, выплатно-материальных и так далее, сокращение издержек, если они будут выполнять эти условия, к ним будут применяться дополнительные санкции, то есть стоимость этой капитализации будет увеличиваться, что, соответственно, будет невыгодно банкам и будет стимулировать их реализовать те задачи, под которые деньги выделялись. Да, по ведению Аркадия Михайлович Чернецкий, что-то, пожалуйста. У меня просьба к коллегам, давайте все-таки задавать вопросы министру, учитывая, что у него ограниченный ресурс времени, а потом, у меня просьба, может быть, есть смысл дальше продолжить задавать вопросы представителю Центрального банка, когда Антон Германович уже уйдет. Да, понятно. Давайте вот сейчас сосредоточимся сначала на вопросах министру. Спасибо. Игорь Николаевич Шубин, пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Антон Германович, последние годы сложилась практика при выполнении гособоронзаказа, что предприятия промышленные авансируются на 25-30% не более. В результате, чтобы выполнить госзаказ, оборонный госзаказ, они вынуждены обращаться к дорогим коммерческим кредитам. Не считаете ли вы целесообразным в сегодняшних условиях все-таки обратиться в правительство, чтобы увеличить кредитование, вернее, авансирование этим оборонным предприятиям? Спасибо. Уважаемый Николаевич, в нашем плане правительством есть такая норма, предусмотрена. Здесь есть риски, потому что, конечно, снижение требований при предоставлении такого авансирования, раньше были у нас предъявлялись требования к коммерческим банкам, чтобы они давали гарантии под такое авансирование. Мы снижаем эти требования, с одной стороны, и говорим об увеличении авансирования от 80 до 100% в предприятиях ОПК. Такое решение есть. Но здесь, естественно, возникает вопрос, а как будут использоваться эти деньги? Не придут ли эти деньги в коммерческие банки, сразу на депозиты? Не будут ли они участвовать на валютном рынке? И в этих целях мы говорим о том, что мы согласны идти на авансирование, дополнительно увеличенное, но с особыми условиями контроля за этими деньгами. В первую очередь, это казначейство должно быть. И казначейство готово открывать счета предприятиям оборонки и другим предприятиям, вплоть до второго, третьего и четвертого переделов, с тем, чтобы эти деньги мы контролировали, тоже могли их использовать, чтобы эти деньги не вращались в коммерческих банках. Именно при таком только подходе мы согласны на то, чтобы авансирование увеличить до 80%, а для предприятий оборонно-промышленного комплекса до 100%. Спасибо. Олег Витальевич Еремеев. Спасибо. Уважаемый Антон Германович, Вы в своем докладе упомянули о программе поддержки инвестиционных проектов, которые основываются на проектном финансировании. В связи с этим, у меня три совершенно конкретных, коротких вопроса. Правильно я ли понял, что объем средств, выделяемых под эту программу, увеличивается до 100 миллиардов? Первое. Второе. Когда стартует эта программа все-таки? И третье. Предусмотрена ли какая-то ускоренная процедура прохождения проектов в межведомственной комиссии, которая тоже была утверждена правительством? Спасибо. Спасибо, Олег Витальевич. Процедура уже начала работать. Было первое заседание межведомственной комиссии по проектному финансированию. Отобрано несколько проектов, в том числе три, в агропромышленном комплексе, это птицеводческие хозяйства, и два, по распространению сети, сигнала сети, ну, телефонной сети. Значит, такие решения приняты. Значит, общий объем средств на проектное финансирование увеличен банком России, потому что здесь самое главное, сколько ресурсов может дать банк на проектное финансирование под низкую ставку, под 9%, объем увеличен до 100 миллиардов рублей. Значит, и мы договорились о том, что как только решение принимает правительственная комиссия, мы в короткие сроки предоставляем соответствующую гарантию. 25% по этому проектному финансированию предусмотрена гарантия со стороны государства. Процедура максимально упрощена, максимально будет делаться в короткие сроки. Поэтому механизм запущен. Я думаю, что сейчас будут нарабатываться уже, значит, конкретные проекты. С каждым разом будет становиться все больше и больше. Антон Георгиевич, поскольку мы полагаем, что работа правительственной комиссии должна быть максимально прозрачной, где будут приниматься такие точные решения, мы бы просили и направим такое письмо правительству. Я поручаю Рябухину Сергею Николаевичу это сделать. О включении членов Совета Федерации, возможно, депутатов Госдумы в состав этой комиссии, чтобы мы понимали и видели тоже этот процесс, чтобы это не проходило за закрытыми дверями. Прошу вас это поддержать. Спасибо.